— Отчего у вас в Сибири так холодно? — Богу так угодно, — отвечает возница. — Уже май. В России зеленеют леса и заливаются соловьи. На юге уже давно цветут акация и сирень. А здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голая. На озерах матовый лед, а на берегах и в оврагах лежит еще снег. — Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и в придорожных канавах, как вспархивают почти у самого воска и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодичный звук. Глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей. И почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых, как снег красивых лебедей. Стонут всюду кулики и плачут чайки. Обгоняем две кибитки и толпу мужиков с бабами. Это переселенцы. Из какой губернии? Из Курской. Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяги. Под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, нестепенный и хворый, чувствительный к холоду, неравнодушный к водочке. Робкий. Всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком. Сначала у отца, потом у брата. Его не отделили и не женили. Нестующий человек. На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке, довозиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле. И отлично играл, но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и идет теперь с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет. Деваться-то некуда. Берет он с собой и обе свои скрипки. А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода. Зачахнет и умрет тихо и молча, так что никто не заметит. А его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться, и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю. Или ссыльному. Ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют внутро воды. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой. Он сидит на скамье на пароходе. У ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках, жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега. Лицо его выражает «я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена внутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко его обманула. «Хуже не будет», — говорит он, и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет «хуже не будет». «Да будет тебе хуже», — говорит в другой скамье какой-то рыжий мужичонка, не переселенец с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные и сосредоточены. Я гляжу на них и думаю, порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальную, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом, может только необыкновенный человек, герой. Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге 30-40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади две подводы. «Один арестант похож на армянского священника, другого — высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, а у третьего — бледное истощенное серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил. Дорога плоха, нет мочи идти. До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, нас скоро закусят, напьются кирпичного чаю, и тотчас же повалится спать. И тотчас же их облепят клопы. Злейший непобедимый враг тех, кто из них мог, и кому страстно хочется спать. Вечером земля начинает промерзать, и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно. Ни жилья, ни встречных. Ничто не шевелится в темном воздухе. Не издает ни звука. И только слышно, как стучит возок о мерзлую землю, да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом спархивают разбуженные огнем две-три утки. Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. А на берегу не души. Уплыли на ту сторону и язви их душу, говорит его издница. Давай, Ваше благородие, теперь реветь. Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать, здесь значит реветь. И потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи с мышами. Попалась кошки и ревет, говорят про мышь. Начинаем реветь. Река широкая, в потемках того берега не видно. От речной сырости стынут ноги, а потом все тело. Ревем мы полчаса, потом час, а парома все нет. Надоело скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он в шестнадцать лет. Что у него было восемнадцать детей, из которых умерло только трое. И что у него жил еще отец и мать. Отец и мать киржаки, то есть раскольники. Не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима. А он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться. Курит. Узнаю от него, что в этой темной суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы и щуки, но что ловить их некому и нечем. Ну вот, наконец, слышится мирный плеск, и на реке показывается что-то неуклюже и темно. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи. На нем человек пять грибцов, и их два длинных весла с широкими лопастями, похожи на рачьи клешни. Пристав к берегу, грибцы первым делом начинают брониться. Бронятся они со злобой, без всякой причины, очевидно, с просонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, и у парома, и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у грибцов — это чтоб тебя уязвило. Да и язви тебя в душу. Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке. В потемках не видно, что я ваше благородие. И один из грибцов кричит мне хриплым голосом. Да ты, язва, чего ты стоишь, рот разинул, отпрягай пристяжную. Въезжаем на паром, перевозчики, бронясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется. Скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля. Но и пошли сюда на перевоз. Лица у всех испитые и истасканные, побитые. А выражения на лицах лучше не видеть. Эти люди пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и потом шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо ожгли клопы, одеревенели до мозга костей. А теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели. И осталось у них в жизни только одно – водка, девка, девка и водка. На этом свете они уже не люди, а звери. И по мнению деда, мы его возницы, и на том свете им будет худо. Пойдут за грехи в ад.